ну что уж всем привет сегодня мы выбрались погулять уже подальше нас начались каникулы и сегодня в лионе это кастелье лион и город лион здесь население около чуть больше 120 тысяч то есть город не маленький есть что посмотреть где погулять в общем нам очень интересно потому что кто давно на канале знает мы были в сентябре валидолиде это тоже кастелье лион только это их столица и столица именно провинции валидолит а столица провинции лион является город лион поэтому сегодня мы здесь мы погуляем посмотрим конечно же покажем нам очень интересно думаю вам будет тоже интересно посмотреть на этот город ну и вот он символ города и в таких с каждой стороны ну и конечно же я уже ощущаю себя синоптиком и погода плюс 14 еще свежо на улице но уже на солнышке очень даже тенечки ощущается свежесть и будут интересные деревья парк люди гуляют жизнь уже кипит ну и вот одна из достопримечательностей фонтан памятник когда мы спрашивали как пройти в центр они говорили вот идите сюда тот фонтан ну и там подальше разберетесь вот так вот в общем тут все это выглядит попали мы на пешеходную зону пешеходную улицу и там уже виднеется собор конечно же мы идем туда главное достопримечательности очень интересно и здесь конечно архитектура вот прям 50 на 50 астурии и центр испании очень интересно очень так все классными кто миксуется очень так это непривычно но очень очень интересно одно из административных зданий это конечно уже центральная испания больше а есть вот такие вот эти это уже ближе вот архитектуре архитектуре всем тут так все намешано очень интересно но это еще очень интересное здание все тут глаза разбегаются это инструмент о я думала будет как-то тут может быть каким это более старинным видом и нет оказалось вот он современное все очень так все смотрится здорово неожиданно что это инструмента вот мы гуляем людей очень много на улице теплее весь народ высыпал все гуляют такая живость города ощущается очень здорово очень интересно сделано перечислены правителя здесь есть еще вот на каждого получается свои такая табличка мемориал и можно навести qr-код и почитать историю очень здорово сделано интересно не скучно если вот интересно почитать то прям здорово ну и конечно же здесь магазины все зары и все что хочешь можно найти и мы все приближаемся мы идем но очень медленно потому что все хочется рассматривать и вот какая интересная здесь машинка конечно дети полазили им интересно все это дело ну и поскольку сейчас проходит пасхальная неделя вот такие назначки по городу двигаемся дальше никак не дойдем конечно очень интересно и вот тут вот это вот музей леона повод фонтан здоровски большая такая площадь ну и вот добрались мы первая церковь в лесе сан марселло вот такая вот она высокая это старинная часть тут уже более отстроена сейчас посмотрим сможем ли мы попасться внутрь и смотрите спутник сейчас попробуем зайти вот интересная скульптура лев из люка вырывается и достопримечательности фоткается а вот король и альфонсо ну и здесь вот много о направлении куда можно двигаться краза достопримечательностям тут такая площадь интересная довольно таки тоже все тут такая палатка мы-то поняли она связана с пасхальной недели то что там есть что посмотреть вот станет интересно сейчас будем ходить на три дальше интересно какая скульптура карта города сделано супер но в тысячный год и мы продвигаемся кстати вот сюда главном их собором минут еще одно здание это музей здесь дворец нельзя попадем или нет потому что время сейчас такое не очень удачная и вот а вот уже знать достопримечательности здесь конечно очень здорово прям погулять посмотреть город очень располагает ну и добрались мы до самой главной достопримечательности это до кафедрального собора леона конечно масштаб впечатляет на конверика что так вроде небольшим но в жиле конечно он утрам прям огромное огромный собора очень большой конечно где-то есть вывеска леон установлена и можно фотографироваться площадь люди гуляют атмосферно очень вот получается собор их получается вот такой вот вид сверху очень здорово в виде креста так конечно мы не увидим но вот хотя бы на меня тюре можно увидеть какой вид открывается хотя бы мы поняли платный там не заходить агентство туризма матрешка собор василия блаженного и вот разные тоже штуки других стран ну и мы плавно двигаемся к обычной жилой части потому что город интересно еще узнавать и с этой стороны не только по достопримечательницам но в общем вы знаете как мы гуляем ездим мы стараемся посмотреть по возможности все но там как получается вот так вот отель среди домов я по району не сориентирую но рома тоже снимает и он более тщательно готовится его все это тема интересует особенно с недвижимостью поэтому думаю у него будет все поподробнее и будет понятнее где мы тут гуляем возможно районы он тоже называет вот так же домики домики мы решили немного пройти потому что ну совсем просто улицы спальный и оказалось что вот как-то мы ходили и потом кафедральный собор и мы обошли его с другой стороны вот тут просто домики как-то все более такие спальные райончики все в основном центре соответственно там все движута здесь более все спокойно здание отеля вроде так под старину но все новое возможно вот и тоже реставрирована весь вот такой проходик интересный такой башни конечно мы сейчас что пройдем мы уже вернулись к собору соответственно будем сейчас вот снова но только же с другой стороны обходить тут конечно везде очень красиво отошли мы немного тихий центр но тут все равно получается вот развешено к пасхе влаги украшены балконы влаг это конечно интересно вот время половина 4 плюс 21 хотя здесь немного а так тучки плавают но не холодно совсем не холодно на улице и ветер такой приятный здесь конечно мне кажется немного отличается также мы пришли в парк здесь немного чтобы дети побегали чтобы им тоже было интересно потому что ходить они уже просто так устали мы немного отошли от центра перекусили и вот снова отправились в путь еще посмотреть райончики может быть какие-нибудь еще побродить по городу здесь тоже все зеленеет весна полным ходом еще один парк в нашем распоряжении со всякими влазовками пришли мы сюда мы так уже походили дети немного подустали и хотят больше площадка чем гулять но в целом обошли уже все достопримечательности наверное я так думаю в центре по крайней мере которые сосредоточены и уже так более расслаблено идем куда глаза глядят перечели мы двигаться дальше уже к набережной еще раз немного перекусили такая вот интересная площадь с деревьями и мы двигаемся к набережной прошли мы немного за мост через реку дошли даже до вокзала вот он есть их два один тут находится один там возможно в один приходят поезда в другой электричке солнечко конечно припекает очень сильно хотя пришлось 17 градусов но прям именно само солнце очень даже жарит и слепит ну что ж все мы уже подходим к вокзалу сегодня мы провели практически целый день в Леоне конечно было очень интересно посмотреть на этот город что он из себя представляет особенно после Вальдолида вот вообще Кастель Леон тоже очень интересная провинция которую стоит посетить поэтому всем рекомендую надеюсь вам было интересно тоже посмотреть и не забудьте конечно же подписываться на канал всем пока увидимся в следующем видео пока пока